Добрый день, уважаемые студенты-первокурсники факультета международных отношений. Меня зовут Байков Андрей Анатольевич, я декан факультета. Я очень рад приветствовать вас пока в таком удаленном формате, но мы с нетерпением ждем появления вас в здании института. Это случится всем скоро, буквально на днях. Сегодняшнюю встречу мы решили провести для того, чтобы сориентировать вас по основным шагам, которые позволят вам безболезненно войти в этот процесс, учитывая основные организационные моменты, ограничения, требования, соблюдение которых является необходимым для того, чтобы начало учебного года произошло безопасно, комфортно для каждого из вас, с тем, что вы получили максимум от этого незабываемого опыта. Я знаю, что для многих из вас это дорога длиной в несколько лет. Я искренне рад тому, что вы смогли эту мечту осуществить и поступили в наш университет. Мы рады тому, что вы вливаетесь в нашу дружную семью. Я уверен, что вы знаете о результатах. Поступление на факультет МО в этом году – это действительно впечатляющие результаты. Мы набрали в общей сложности с учетом отделений, которое реализуется в сотрудничестве с МИЭП, более 300 человек. На наше отделение факультета международных отношений мы набрали студентов, которые продемонстрировали впечатляющие результаты по единому государственному экзамену. Вы знаете о проходных баллах. Это 297 на отделении международных отношений, 294 на отделении зарубежной регионоведения. Очень высокие баллы на местах с оплатой обучения. Мы действительно гордимся тем, что нам предстоит обучать лучших выпускников школ Российской Федерации. Нас накладывает особая ответственность, и для нас это стимул, для нас это драйв. Мы рады тому, что теперь мы сможем с вами совместно продолжить этот академический путь, который для нас составляет суть нашей преподавательской и научной жизни. Мы очень рады тому, что многие студенты приедут к нам из других регионов страны. Мы всегда представляли МГИМО как поистине общий федеральный университет, и в этом году эта его характеристика подтвердилась. Практически все регионы представлены в нашем университете набора 2020 года, в том числе набора факультета международных отношений. 117 студентов первого курса – это студенты, представляющие не Москву и не Московскую область. Кроме того, мы набрали 67 иностранных студентов, студентов, представляющих более 35 государств. Это также обогатит атмосферу общения и позволит вам развивать помимо академических компетенций и такие важнейшие, как сейчас говорят, мягкие навыки, как открытость, толерантность, умение адаптации к различным культурным традициям. Все это вы сможете в себе воспитать, зарастить не только в аудиториях, но и вне класса благодаря тому, насколько насыщенным является наш студенческий коллектив. Не только на первом курсе, но и на других курсах, поскольку наша внеаудитория на жизнь, в принципе, рассчитана на воспитание ценностей эспополитизма, интернационализма, открытости, уважения, терпимости. Я думаю, что вы очень скоро приобщитесь к этому особому ценностному коду, который всегда отличал студентов МГИМО. Я хотел представить своего коллегу, это проректор по социальной работе и молодежной политике Станислав Игоревич Суровцев. И сейчас я хотел бы передать ему слово с тем, чтобы он поговорил о той самой социальной инфраструктуре, которую мы совместно развиваем с тем, чтобы опыт вашего обучения в МГИМО был поистине комплексным и полноценным, и не ограничивался только академической учебной частью. Станислав Игоревич, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Андрей Анатольевич. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, коллеги. Действительно, Андрей Анатольевич абсолютно прав. Помимо чрезвычайно насыщенной интенсивной учебной академической жизни, обучения иностранных языков, изучения специальностей, спецкурсов, каких-то отраслевых дисциплин, в университете МГИМО вас ждет очень насыщенная такая внеаудиторная жизнь и настоящая МГИМОвская корпоративная среда, о которой вы наверняка уже что-то слышали, может быть, во многом из-за этого и выбрали путь обучения МГИМО. Она складывается из нескольких компонентов, вы совсем скоро уже узнаете это все оффлайн, попав на территорию нашего кампуса и окунувшись в университетскую жизнь. Пока вы можете ознакомиться с этим в режиме дистанта через наши информационные ресурсы, о которых я скажу чуть позже, через социальные сети студенческих сообществ, через социальные сети студенческого союза в первую очередь, куда я всем рекомендую вступить. В конце нашего выступления мы в чат Зума, наверное, направим ссылки полезные, о которых я сейчас буду коротко говорить, чтобы вы могли сразу по ним перейти и ознакомиться со всеми информационными ресурсами, которые для вас работают, и узнать о них за эту неделю до вашего обучения МГИМО. Андрей Анатольевич попросил меня остановиться на вопросах общежитий и прокомментировать, как будет устроен процесс заселения туда и как вообще он будет происходить. В этом году мы сделали процесс заселения для вас, для первокурсников всех наших факультетов и институтов в дистанционном, в онлайн режиме. Для этого создан отдельный ресурс, отдельная страница. Буквально сегодня на портале МГИМО уже будет опубликован баннер и соответствующий анонс. В социальных сетях университета и социальных сетях Студенческого Союза, в Инстаграм, в ВКонтакте вы можете уже найти эту ссылку. dormitory.mgimo.ru Направлю в конце своего выступления ее в чат зума. Это страница, по которой все первокурсники могут зарегистрироваться на получение так называемого временного ордера на заселение в общежитие. Выбрать удобный для вас временной слот для того, чтобы спланировать свой приезд в Москву, во-первых, и день в день заселиться в общежитие. Вы регистрируетесь на этом сайте, указываете свои, на этой страничке указываете свои контактные данные, выбираете удобное вам время, дату и временной слот. И, собственно, приезжаете в университет, подходите к центральному входу МГИМО, где флаги, и подходите на охрану, вас встречает сотрудник управления по делам в общежитии, который отвечает за заселение и, собственно, выдает вам так называемый ордер на заселение в общежитие. После этого вы можете с ним поехать в общежитие и заселиться. Вся процедура, мы постараемся, чтобы она была максимально комфортной и максимально оперативной. Именно для этого мы и запустили эту систему. Так что просил бы всех, кто обучается, в первую очередь, на бюджетной форме обучения и кто рекомендован к заселению в общежитие, произвести регистрацию и получить временный ордер таким образом. Во-вторых, хотел бы остановиться на всех мерах, которые университет принял для вас и которые мы бы просили вас ответственно соблюдать в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и, безусловно, в России и в Москве. Мы ведем очень интенсивную, разъяснительную работу и стараемся доступным и понятным языком в виде электронной инфографики, в виде разных опросов, в виде сториз, в виде постов в социальных сетях, в виде рассылок в студенческих пабликах, донести важность соблюдения мер безопасности и соблюдения всех тех нюансов, о которых, говорится, и рекомендованы для того, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась. Поэтому я думаю, что они для вас очевидны. Ношение маски в университете, социальное дистанцирование, соответствующие меры при проживании в общежитии, регулярная уборка, дезинфекция поверхности, рук. Я думаю, что это все для нас абсолютно очевидно. Но вместе с тем мы для вас подготовили очень большой массив таких дополнительных материалов, очень доступных и интересных, поэтому мы рекомендуем вам с ними ознакомиться. Они будут, опять же, в социальных сетях университета, часть их уже опубликована, часть будет опубликована в ближайшее время. Это в Инстаграм-сообществе МГИМО, это в ВКонтакте МГИМО, и Инстаграм и ВКонтакте Студенческого Союза университета. Ссылки мы также направим в конце нашего выступления. Друзья, хотел бы также, Андрей Анатольевич просил меня обратить внимание и некоторым цифровым ресурсам, которые в этом году будут доступны для вас. Это обновленный личный кабинет студента. Вам повезло, в этом году нам удалось запустить, и в сентябре еще продолжатся некоторые технические работы по отладке всех сервисов. Обновленный интерфейс студенческого кабинета, личного кабинета студента. Будет доступна десктоп-версия на ноутбуке, будет доступна мобильная версия из браузера на планшетах и мобильных устройствах, доступна англоязычная версия, новый удобный интерфейс. Надеюсь, что он вам понравится. В любом случае, будем принимать в том числе и ваши комментарии для того, чтобы сделать этот сервис лучше. В сервисе вы сможете подгрузить свое расписание, записаться на какие-то дополнительные курсы, записаться на все внеаудиторные мероприятия, подать заявку в каком-то участии в какой-то конференции, вступить в любой студенческий клуб, которых у нас больше ста в университете. Чуть позже об этом остановлюсь, еще заняв пару минут. Можете подать и воспользоваться всеми стипендиальными программами, как социальной поддержкой, материальной помощью. В общем, это полноценный цифровой ресурс, в котором вы сможете пользоваться большим количеством студенческих, университетских сервисов онлайн со своего мобильного устройства. Также в этом году для вас будет доступен и МГИМО-гайд. Это такая цифровая брошюра, которая представляет собой некую шпаргалку первокурсника, так называли мы ее раньше. В ней объединены все важные лайфхаки, все важные советы, которые пригодятся вам на самого первого дня, обучение в МГИМО, нахождение в Москве, проживание, может быть, в общежитии или где-то еще. Все про все университетские сервисы, про библиотеку, про военную кафедру, про поликлинику, про все, что окружает академическую жизнь, и про нее в том числе, можно будет найти на этом ресурсе. Расположен он будет по адресу guide.mgimo.ru и будет доступен с 1 сентября для вас. Также в деканатах факультета международных отношений можно будет забрать с 7 сентября по определенному графику, который будет установлен руководством факультета, печатные брошюры этого справочника. Она также очень такая удобная, интересная для вашего пользования. Также мы подготовили для вас и в качестве сувенира многоразовые маски с фильтром, с брендом GEMO, также передадим их в деканаты, и их тоже можно будет получить с 7 сентября в соответствии с правилами и графиком, который будет установлен руководством факультета. Уважаемые друзья, говорить можно еще очень много, рекомендуем вам ознакомиться с теми сервисами и инструментами, о которых мы для вас говорим. Ждем вас в университете, вам предстоит очень интересная, насыщенная учебная жизнь и не менее насыщенная внеаудиторная жизнь всеми проектами и программами, которые мы для вас подготовили. Спасибо большое. Спасибо, Станислав Игоревич. Очень интересное, познавательное выступление, в том числе и для сотрудников администрации. Я жду с нетерпением доступа ко многим из тех лайфхаков, которые вы анонсировали, в том числе и к набору масок с логотипом GEMO. Хотел бы также, может быть, на этом этапе, прежде чем отпустить вас, хотя я знаю, что вы очень заняты, и ваша миссия сейчас нести вот эту весть по всем нашим первым курсам, может быть, ответит на вопросы, которые конкретно сформулированы, так сказать, в пределах вашей сферы ответственности и где, может быть, именно ваша компетентность позволит нам снять вопросы наиболее эффективно. Конечно. Если сейчас коллега мой, заместитель декана, сможет вывести часть вопросов, да вот у нас на экранах появляются первые вопросы, закреплено ли за студентами какое-то определенное время выдачи студенческих билетов, это, я думаю, мы позже ответим. По общежитиям, если есть вопросы, Алексей Сергеевич. Вы написали, что заселение в общежитии проходит с 1 по 7 сентября, если я не смогу приехать в этот промежуток времени из-за пандемии, то будет ли предоставлено место в общежитии по приезду? Да, место, безусловно, будет предоставлено, если вы обучаетесь на бюджетно-очной форме обучения и, собственно, администрация факультета направила вас в соответствующем списке для проживания в общежитии, рекомендовала вас, то да, место для вас будет зафиксировано, вы можете приехать, также зарегистрировавшись через эту же систему, она будет доступна и после 7 сентября. Здравствуйте, контрактникам можно ли как-то постараться получить общежитие? Иностранные граждане ведь все-таки нуждаются заранее, спасибо. Да, абсолютно актуальный вопрос, который сейчас мы вместе с Андреем Анатольевичем активно разрешаем. Да, контрактникам можно будет получить общежитие, в каком формате и, так сказать, кто будет конкретно рекомендован, мы в ближайшее время это донесем до вас, работаем в этом направлении, постараемся сделать, чтобы все нуждающиеся в общежитии были, имели возможность там проживать. Нужно ли предоставлять медицинскую справку формы 086У? В какой момент? В момент заселения в общежитие, для того, чтобы заселиться в общежитие, вам всем необходимо иметь на руках и, более того, подгрузить в страницу по адресу dormitory.mgemo.ru отрицательный тест ПЦР, результаты этого отрицательного ПЦР-теста и прибыть на заселение в общежитие в период не более трех суток, 72 часов с момента получения результатов этого теста. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду, это при заселении, это очень важный момент. по общежитиям, кажется, все по справкам 086У. Мне кажется, здесь даже скорее речь идет о том, требуется ли эта справка на этапе оформления в нашу поликлинику, когда заводится личная карточка. Да. Вот там требуется справка 086У. медицинские услуги, да. Захватите, лишним это не будет, но в первую очередь для тех, кто планирует проживать в общежитии, это отрицательный тест ПЦР в подгруженной по адресу dormitory.gmo.ru. Да, мы не пишем на доске мелом, как пишутся все эти слова, поскольку мы знаем, что вы, задав ЕГЭ по английскому языку на ваш высокий балл, знаете, как пишутся и гайд, и dormitory, и все остальные сложные английские термины. Спасибо, Станислав Игоревич за вашу помощь. Спасибо большое. При окончании дистанционного обучения для иностранных граждан на контрактной основе возможно ли получить комнату в общежитии? При окончании дистанционного обучения для иностранных граждан на контрактной основе возможно ли получить комнату? Досознать этот вопрос сначала. Да, да. Да, возможно. То есть, я так понимаю, после открытия границ, да, при приезде соответствующего студента в университет можно ли претендовать на это да конечно возможно мы конечно конечно для таких студентов комнаты будут забронированы они будут ожидать приезда вас после того как все ограничения миграционной визы будут сняты вы сможете пересечь границу ну что ли все сергеевич вас отпускается спасибо спасибо большое спасибо андрея то есть успехов я бы хотел сейчас предложить предложить присоединиться ко мне им борисовну митрофанов заместителя декана факультета международных отношений который возглавлял дворочную комиссию факультета на этапе зачисления студентов так что она имела непосредственное отношение к тому каким образом вы попали число студентов нашего университета вот теперь после того как вы услышали некоторые общие вещи социальной среде и социальной инфраструктуре я бы хотел перейти непосредственно к тем организационным вопросам которые сейчас очень важно уяснить с тем чтобы не пропустив ничего влиться в ряды студентов первого курса и начать обучение как положено по графику без каких-либо сбоев и досадных неприятных накладок и прежде всего это касается той информации которую мы уже разоставили на ваши личные адреса электронной почты процедура выдачи студенческих билетов студенческие билеты будут выдаваться с 1 по 4 сентября с 10 до 4 10 утра до 16 00 собой нужно принести 8 фотографий матовых то есть не глянцев которые не блестят чтобы не растекалась на них не расстекался оттиск печати стандартного формата три с половиной на четыре с половиной или три на четыре каждую фотографию необходимо подписать с обратной стороны вам необходимо прийти с этим комплектом документов захватить также собой оригинал аттестата о школьном обучении прийти в кабинет деканата который вскоре для вас станет совершенно родным и святым местом это кабинет 2130 где вы встретите как раз ирина борисовну ее коллег и тех кто ей помогает в ее нелегком деле и сможете оформить студенческий билет который уже в общем выписаны но них необходимо вклеить фотографию поставить печать для того чтобы попасть в здание института вам нужно будет пройти через один из входов это центральный вход основной вход который легко опознать по флагам перед большой центральной лестницей и вход в новый корпус это пристройка с правой стороны который немножко отличается по стилю вы сразу ее увидите как только подойдете со стороны улицы каштаян со стороны остановки академия труда это будет ближайший вход в здание нашего института вы можете зайти через любой из этих двух входов центральный вход либо входа в новый корпус и там там будут одинаковые списки студентов и вы сможете предъявив документ удостоверяющий личность прежде всего ваш паспорт или заграничный паспорт пройти на территории университета далее вы подниметесь на если через новый вход заходите вход нового корпуса на третий этаж и переходите по стеклянному переходу в старое здание окажетесь на втором этаже и первая же рекреация первый холд и будет холл факультета международных отношений если вы заходите через центральный вход вы поворачиваете после входа направо и идете практически до конца и с правой стороны будет деканат факультета международных отношений мы распределили вас группами примерно по 50 до 50 человек с тем чтобы снизить нагрузку на кампус поскольку в эти дни одномоментно будет довольно большое число студентов получать свои студенческие билеты просим вас соблюдать тот график который мы установили с распределением по часам и группам с тем чтобы не было скопление студентов в рекреации в холлах в коридорах нашего университета для соблюдения соответствующих предписаний властей вся процедура оформления студенческого билета займет примерно 30 минут что входят в эти 30 минут мы отрежем вашу фотографию от общего пула остальные фотографии определим ваше личное дело возьмем аттестат вклеим фотографию студенческий билет поставим централизованная печать и выдадим студенческий билет вот и все на это уйдет примерно 30 минут соответственно всю эту неделю ваша главная задача получить ваш студенческий билет больше вам ничего не требуется в течение всего месяца всего сентября вы сможете проходить на территорию университета после того как неделя завершится после первого сентября по студенческому билету предъявляя его каждый раз на входе сотрудникам охраны которые также будут измерять вашу температуру естественно и проверять что вы соблюдаете масочный режим и что вы имеете надлежащим образом оформить документы однако уже в середине месяца вам необходимо будет оформить электронную карту электронный пропуск на территорию института потому что после первого октября ваш студенческий билет не будет действовать в качестве пропуска в институт это важнейший документ естественно вы должны тщательно его хранить беречь поскольку за утерю студенческого билета вам полагается выговор с последующей выдачи дубликата но студенческий билет скорее документ государстве на который дает вам основания и возможности получения разного рода льгот и привилегий как студентам он вам необходим в качестве документа который удостоверяет ваш студенческий статус во вне университета но внутри института таким документом будет ваша пластиковая карта ваш ваш пропуск пропуску сможете получить 10 и 17 сентября в аудитории 17 сентября в аудитории 109 на первом этаже нового корпуса 10 и 17 сентября в аудитории 109 в новом корпусе график работы кабинета где оформляются электронная пропуска с 8 до 15 30 перерыв на обед с 12 45 до 13 30 прошу обратить на это внимание электронный пропуск позволит вам проходить через любой вход института а не только через центральный вход или вход нового корпуса где вы сможете по студенческому билету проходить и это существенно вашу мобильность облегчит по территории кампуса в том числе и при посещении других элементов нашей инфраструктуры спортивного комплекса бассейна и так далее теперь говоря о вашем расписании расписание учебных занятий уже естественно сформировано и доступно на портале на портале есть раздел расписание где вы можете по факультету курсу пока что это два параметра кто вам нужно знать так как распределение по академическим группам уже произошло но вам оно еще не известно по языковым группам оно сейчас только производится поэтому опять же этот параметр вам не известен по всем остальным параметрам по номеру курса и по факультету вы уже можете сейчас ознакомиться с вашим расписанием расписание очень интенсивно но при этом очень интересное мы укомплектовали весь сказать всю неделю весь ваш период основной недельное обучение таким образом что в день у вас не больше трех-четырех занятий но при этом у вас нет выходного дня вы учитесь в том числе и по субботам вместе с тем имея ввиду те ограничения которые на нас накладывает эпидемическая обстановка мы стремимся к тому чтобы одномоментно территории института находилась не более трех с половиной четырех тысяч студентов с тем чтобы выполнить необходимые требования обеспечения социальной дистанции для каждого факультета и для каждого курса факультетов институтов мгимо устанавливается свой день дистанционного обучения на первом курсе факультета мо этот день четверг в этот день вы будете подключаться к занятиям из дома через соответствующие платформы в основном в этот день мы предусматриваем для вас лекционные занятия по различным дисциплинам философии по всемирной истории по истории международных отношений по государственному деловому протоколу по микроэкономике по основам работы с данными и так далее тем самым мы избегаем ситуации когда приходится читать лекции на поток при большом стечении людей кроме того также в течение недели вы будете отрабатывать полученные знания в ходе семинарских и практических занятий опять же имея ввиду требования роспотребнадзора мы наши стандартные академические группы которые обычно у нас по наполняемости имеют численность до 27 человек в этом году разделили на малые группы практически все группы численностью больше 23 человек были поделены это семь групп из 12 групп на факультете ему на первом курсе с тем чтобы вы могли работать максимально комфортно и безопасно для себя обстановке те иностранные студенты которые обучаются с изучением русского в качестве первого иностранного языка будут заниматься по отдельному расписанию полностью дистанционно до тех пор пока они не смогут присоединиться физически к общему процессу и въехать на территорию нашей страны если же студенты иностранцы изучают другие другую языковую комбинацию не включающую себя русский язык то они будут подключаться к занятиям также через ум в каждой мультимедийной аудитории где будет находиться основная масса студентов будет возможность у преподавателя войти в свою учетную запись а студент сможет присоединиться к тому что происходит в классе вот таким удаленным дистантным способом начиная с первых же дней еще я думаю до первых учебных занятий вам через деканат будут высланы ваши учетные записи доступа корпоративной почте на домене май мгимору для вас отныне это будет основной канал коммуникации как с деканатом так и с преподавателями именно через эту корпоративную почту через эту учетную запись вы будете авторизовываться в личном кабинете получать все рассылки обновления информацию как расписание так и мероприятия которые проводятся на факультете и через эту электронную почту вы будете обязаны подключаться ко всем видео сессиям которые будут проходить на платформе zoom скажем в ходе проведения учебных занятий в дистантный день с тем чтобы можно было однозначно идентифицировать кто конкретно подключился к видео сессии поскольку очень часто по адресам вашей личной электронной почты это сделать затруднительно в нашем институте традиционно даже при такой стандартной нормальной рутинной форме обучения действуют жесткие дисциплинарные нормы касающиеся вашего поведения и учебной дисциплины они естественно продолжают действовать и в этих новых условиях посещение лекций и семинаров в мгимой является обязательным пропуск более 30 часов учебных занятий это всего лишь 15 пар является основанием для отчисления из института все те же самые требования распространяются и на день удаленной работы в ходе проведения удаленных семинарских и языковых занятий вы должны работать с включенным видео соблюдение дресс-кода даже в случае если подключается удаленно является также обязательным если вы слушаете лекцию в онлайн-режиме вы можете видео не выключать но посещение онлайн занятий включение видео по первому требованию лектора с тем чтобы убедиться в том что вы действительно присутствуете и участвуете в работе занятия даже если это лекция является обязательным и не выполнение этого требования рассматривается как пропуск занятия который приравнивается к пропуску обычного занятия если пропускаете онлайн занятия эти пропуски учитываются в общем объеме часов пропущенных занятий прошу иметь это в виду кроме того напоминаю вам что поскольку поступили на факультет международных отношений с первого же семестра первого курса вы начинаете изучение сразу двух иностранных языков первого основного в объеме 10 12 часов зависимости от языка и второго языка в объеме 6 часов в течение первого года у вас не будет возможности даже на платной основе изучать третий и другие иностранные языки наш институт можно закончить большим количеством иностранных языков будет было либо у вас для этого желание но вместе с тем имейте ввиду что по окончании первого года обучения при условии положительного результата по первым двум языкам и хорошей характеристики соответствующих кафедр вам может быть предоставлена возможность изучения дополнительно других языков но при этом мы очень рекомендуем учитывать наше пожелание относительно того какую комбинацию все-таки подобрать из трех языков с тем чтобы она усиливала вашу общую региональную специализацию либо чтобы язык соответствовал первому языку с точки зрения родственности или других факторов сочетаемости по экономическим связям интенсивности культурного общения общего исторического прошлого из масса факторов по которым мы помогаем студентам подобрать третий и четвертый иностранные языки с тем чтобы это действительно был такой комплект осмысленный осознанный который бы работал синергетически на усиление вашей конкурентоспособности а не рассеивал силы мешать им сам сосредоточиться на главном на освоение основной образовательной программы это вот по иностранным языкам когда вы будете приходить к нам начиная завтрашнего дня получать ваш студенческий билет вы будете узнавать о том какая вам назначена языковая комбинация к сожалению мы не можем объявить эти комбинации сегодня поскольку только в пятницу вечером приемная комиссия призвала зачисление последних студентов которые договор были рекомендованы и за оставшиеся несколько дней мы в основном эту работу завершили но она еще все таки не полностью закончена поэтому начиная с завтрашнего дня такого рода информация будет для вас доступна вы можете у ирины борисовны трофановой напрямую эту эти сведения получить еще одна информация еще одно объявление которое касается юноши первого курса граждан россии вам необходимо тут и буду зачитывать чтобы быть предельно корректным ничего не перепутать в срок до 30 сентября двадцатого года явиться военно учетный стол мгимо есть такая комната комната с номером 20 04 вы когда будете учиться довольно быстро узнаете что по номеру комнаты можно понять где она находится если это четырехзначное число и вторая цифра ноль это старый корпус левое крыло первая цифра 2 это номер этажа 20 04 это второй этаж старый корпус левое крыло туда вы должны явиться имея при себе паспорт военный билет или удостоверение гражданина подлежащего призыва на военную службу в простонародье это называется предписное свидетельство время работы военно учетного стола понедельник четверг с 8 30 до 17 30 пятница до 16 15 обед с 11 15 до 12 я думаю что мои коллеги вам эту информацию дополнительно продублирует но просто помните о том что у вас в сентябре есть несколько задач важнейшие которые вы должны для себя выполнить с тем что потом не испытывать никаких административных затруднений оформить электронный пропуск это 10 и 17 сентября напоминаю и юношам обязательно зайти до 30 сентября военно учетный стол и урегулировать все формальности связанные с вашим статусом в качестве военно обязанного последнее что я хотел бы сказать прежде чем передать слово вам сказать форме ваших вопросов которые вы направляете я надеюсь в чат сейчас вопросов мы уже собрали я бы хотел представить вашего куратора курса или как мы называем по традиции мгимо начальника курса лобачева дину анатольевну которая будет методически сопровождать вас на протяжении всех четырех лет обучения в мгимо разъясняя технически административные учебные методические особенности поскольку она непосредственно взаимодействует с преподавателями и с администрацией и будет работать с вами есть возможность показаться дина анатольевна будет вашей основной помощницей в деле решения всех тех сложностей которые возникают у вас но и вместе с тем вы должны воспринимать ее как представители администрации и ее требования и просьбы замечания объявления которые получают не будут для вас естественно обязательным поскольку они выражают волю администрации университета и относятся к общему распорядку вашей жизни и учебы в университете поэтому воспринимайте ее и как вашего друга и помощника и как представитель администрации с тем чтобы сказать не было двусмысленности в отношении того все-таки какой статус какой вес несут просьба которая будет формулировать я думаю у каждого из вас будет ее рабочий телефон она будет пользоваться вашими телефонами и электронными адресами с тем чтобы доносить оперативную информацию в каждой группе будет избран старста через которым мы также будем в случаях когда это необходимо сделать оперативно доносить до вас информацию но помните что все-таки главное в современном уже в той среде которая сегодня сложилась это умение пользоваться теми сервисами которые созданы для того чтобы каждый из вас обладал всей полотой информации на каждый конкретный момент поэтому доступ личный кабинет проверка вашей корпоративной почты регулярная проверяйте просто те объявления которые получаете через эти каналы каждый день с тем чтобы не пропустить важных собраний не упустить ничего из того что требуется для того чтобы обеспечить ваше присутствие на мероприятии которые мы часто проводим все это делается прежде всего ваших интересах для цели того чтобы каждый из вас получил максимум от того опыта и тех возможностей которые мы здесь мгимо вам создаем и предоставляем спасибо дина антонио теперь я думаю если у вас давайте по ходу ответов на вопросы уже касаться конкретики первый вопрос за студентами какое-то определенное время выдачи студенческих билетов или студент может получить ее в любое время с 10 до 16 в любое время в тот день который за вами закреплен вы можете прийти с 10 до 16 я понимаю что наверное каждый хочет прийти к 10 и вот поэтому во всех практически государственных учреждениях как правило феномен очередей связан именно с тем что все приходят к началу работы к открытию приходите в течение дня до 4 часов никому не будет отказано вы сможете спокойно в таком достаточно размеренном режиме провести все необходимые процедуры и формальности вопрос касается языка я здесь предоставлю возможность и не борис не ответить значит при подаче заявлений указал вторым языком немецкий какой шанс его получить но немецкий язык как второй можно получить на отделение международное отношение это все будет зависеть от многих моментов бюджет вы или договор поэтому будем смотреть внимательно вашу заявку близкий очень на самом деле вопрос можно ли выбрать языковую академическую группу академические группы складываются из языковых групп поэтому выбрать в основном касается языковой комбинации а языковая комбинация определяется тем на каком вы обучаетесь отделение зарубежное регионоведение или международные отношения и какой вам будет назначен первый иностранный язык назначение первого иностранного языка определяется множеством параметров в этом много в действительности и элемента случайности но вместе с тем мы исходим из довольно жесткой матрицы жесткой структуры языковой которую нам ежегодно утверждает министерство иностранных дел вплоть до гендерной структуры которые они определяют для каждого языка это также зависит от результата ваших вступительных испытаний и как сказал ирина борисовна от основы обучения но все таки главный фактор я смею вас заверить в значительной степени присутствует здесь элемент случайности когда мы узнаем о своих языковых группах но поскольку языковые группы а значит и академические группы сейчас находятся стадии формирования то вы будете узнавать о своих языковых и академических группах начиная с первого сентября когда придете к нам в деканат сдавать фотографии и подлинники аттестатов не будет так возможно ли зачисление студентов не обучающихся на кря но владеющим языком по уровню димедиент продолжающие группы по второму иностранному языку значит кря у нас на отделении зарубежные регионоведения на зарубежном регионоведении английский язык 2 везде продолжающий везде продолжающий поэтому конечно можно скажет провести проходные тестирования иностранному языку так но у нас проводится конечно тестирование в первые дни занятий на английском по английскому языку но как правило я хочу вам сказать постольку поскольку вы сдаете в егэ и в данном году вы сдавали егэ в основном по английскому языку лишь четыре абитуриента сдавала немецкий один абитуриент сдавал французский язык и один абитуриент сдавал испанский язык поэтому английский язык во всех группах как правило есть исключения но как правило продолжающий и перейти из продолжающей группы английского языка в нулевой весьма проблематично это по требованию только по желанию или по необходимости острой со стороны английской кафедры если она будет рекомендовать этого студента перевести в нулевую группу это касается как правило только иностранных учащихся российские студенты у нас изучают английский язык по продолжающей программе можно ли выбрать второй язык а второй язык обязательный второй язык как правило он назначается декан сказал что с первого сентября а в данном случае седьмого сентября начинается изучение двух иностранных языков закрытием границ я не могу забрать только я но можно конечно желательно конечно самому потому что это все-таки документ но я думаю что вы получите этот студенческий билет рано и пост возможно перевестись на бюджетную форму обучения при условии что будут места да безусловно после первого года если вы предоставите блестящие результаты по учебной программе и при наличии свободных мест рассматривается возможность переводить без договора так повлиять на выбор языка студентов по договору но мы учитываем до форму обучения по договору и те студенты которые обучаются по договору стоят в листе номер один по выбору языка вопросы иссякли судя по всему я понимаю что для каждого из вас выбор языка это действительно такой очень интригующий момент я вот помню когда пришел на собрание где нам объявили языковых комбинациях я узнал о том что буду изучать монгольский язык в качестве первого языка и английский в качестве второго но за годы обучения потом и в магистратуре и дальше я выучил больше пяти иностранных языков почему больше пяти потому что пропятим что я ими владею остальные просто сказать в той или иной степени изучал и важно мне кажется следующее здесь подчеркнуть вы читаете интервью которое на сайте было опубликовано в начале приемной кампании для многих редкий иностранный язык это совершенно уникальное преимущество уникальный шанс во многих отношениях не только в смысле трудоустройства в мид это возможность для себя совершенно новые какие-то грани открыть современной действительности узнать про новый регион про новую страну потом возможно связать как-то с ней свою профессиональную жизнь поэтому рассматривайте действительно это как вот некое колесо фортуна которая повернулась вам определенным образом и вот вы идете вместе с этим выбором и пытаетесь выявить в этом найти в этом все-таки шансы и возможности ясно что не все всегда случается так как вы это задумали и предполагаете но мне кажется что в этом как раз и преимущество именно того как у нас языки распределяются вы планируете по-своему выходит по-другому и часто то как выходит является потом фактором вашего успеха и преуспеяния в жизни на сайте будет размещен баннер насколько я понял про ректора суровцева который позволит вам получить доступ к электронному сервису dormitory.gimo.ru заполнить его и дистанционно не являясь в управление физически по делам общежития получить этот временный ордер который даст вам возможность заселиться когда вы уже получите ваш студенческий билет вы получив этот номер пройдя вот эту вот электронную верификацию потом уже в более спокойном режиме получите все необходимые документы и заселитесь как создается корпоративная почта она создается нашими техническими службами формируется список с логинами и паролями которые алексей сергеевич дудич еще один наш заместитель декана вам вышлет на ваши личные адреса электронной почты если ваш вопрос о том как именно как именно формируется логин вашей корпоративной почты я думаю что там модель простая это фамилия . и два инициала до алексей сергеевич знаете я думаю что вы можете по идее там списки попуты за каждым факультетом определенные из этого объявления потому что в любой день до тридцатого понимаете как говорится вы можете туда заглянуть постучавшись и спросить можно зайти и после этого спросите все что вас интересует если получится сразу регулировать ваш статус то замечательно всяком случае я думаю что военную на столе уже есть приказы зачисления поэтому имя паспорт и приписанное свидетельство они смогут все необходимые процедуры с вами провести в этом случае вы просто не будете обучаться по военной кафедре вы сможете узнать это только пройдя регистрацию через сервис dormitor imgimo.ru то о чем говорил станислав игоревич dormitor и это общежитие по-английски те кто не знает она в процессе процессе приходите и узнать первый кто придет узнает уже завтра поскольку завтрашнего дня мы начинаем выдачу студенческих билетов это даниил видимо задает вопрос как правило места не сохраняются в общежитии даже когда я вот переходил с бакалуриат в магистратуру а потом в аспирантуру я терял свое место в общежитии вот такая традиция есть своя логика при распределении места общежития понимаю что у вас там вещи но их можно в конце концов физически перенести это не главный параметр и фактор который учитывается при распределении места общежития и нервные не должны смене языковой комбинации речь идет я так думаю но мы очень тщательно подходим к вопросу распределения языковой комбинации поэтому думаю что ответ будет отрицательный тот язык который вам будет там он останется за вами второй язык обязательный еще раз мы вам повторяем что на факультете международных отношений с первого дня обучения идет обучение по двум иностранным языкам это зависит от отделения это зависит от отделения на отделении регионоведения у нас 24 языковые группы и как правило в большей части английский язык второй продолжающий на отделении международные отношения у нас 18 языковых групп две группы начинающего первого французского две группы начинающего немецкого первого начинающего первого а остальные группы это английский язык первый продолжающий за исключением русско английской и англо русских групп для иностранных учащихся поэтому это зависит от того на каком отделении вы учитесь и от комбинации на по второму языку на самом деле не так здесь много вариантов вы зачисляетесь на направлении подготовки по ним были отдельные конкурсы вы в них участвовали отдельно сменить направлением можно только путем перевода с одной программы обучения на другую и как правило это не допускается да в нашем институте действует дресс-код вот примерно что это дресс-код вы можете понять глядя например на меня у меня брендированный блейзер право-лево для вас очень важно помнить что вы готовитесь к работе представляя различные организации в будущем не обязательно государственную службу это могут быть и частные компании и так далее но опрятность формальный стиль одежды для юноши это все-таки в основном костюмы более формальный стиль для девушек опять же что-то более формально и пиджаки брюки юбки ниже колен классический более формальный деловой стиль который соответствует офисному стилю одежды это то что мы здесь приветствуем в качестве к преимущественного доминирующего дресс-кода вы можете ознакомиться с нашим документом локальным нормативным который данный вопрос регулирует он размещен на сайте вообще-то говоря когда поступали в институт и подписывали документы пусть и дистанционно было но вы расписывались в ознакомлении с новыми локальными актами это в том числе и кодекс поведения где основные характеристики стиле одежды довольно доступно изложены я вам рекомендую с ними еще раз ознакомиться с тем чтобы сказать уже таким более юридическим языком понимать как видит университет своего выпускника и в этом разрезе с точки зрения внешнего вида мы будем стремиться и об этом сказал проект ресурсов расселить всех наших студентов независимости от гражданства и основы обучения есть определенный вместе с тем приоритетность она определяется нашими в том числе и юридическими обязательствами в частности граждане которые приезжают нам из визовых стран расселяются в первую очередь независимо от основы обучения связано с нашими обязательствами по их миграционному учету и регистрации по месту пребывания для граждан которые бывают стран въезд из которых не требует получения визы здесь очередность несколько иная и они расселяются позднее но тем не менее так или иначе к середине октября уж точно особенно с учетом результатов повторной аттестации попросту говоря за предыдущую сессию когда часть студентов отчисляются получив двойки на пересдачах и освобождаются места все наши студенты так или иначе расселяются все студенты получают место в общежитии возможно первые недели у вас может возникнуть необходимость арендовать временно жилье мы вас к этому заранее готовим и просим отнестись к этому с пониманием в институте существует объективный дефицит мест в общежитиях на сегодняшний день составляет порядка 250 койко мест на все формы обучения и все уровни образования включая аспирантуру не пугайтесь речь идет не только о первом курсе на все формы обучения все курсы и все уровни образования поэтому во всех наших правилах приемов всегда мы указываем что предоставление места осуществляется при наличии такой возможности у университета должен вам сказать что у тех кто будет поступать в следующем году не будет такой проблемы так как с введением эксплуатации нового общежития не знаю видели ли вы его учитывая что поступали в этом году дистанционно мы вводим новый корпус на территории нашего основного кампуса здесь на проспекте вернадского после введения в эксплуатацию которого у нас будет не дефицит а резерв порядка 600 мест так что проблема с общежитиями исчезнет раз и навсегда да совершенно верно иностранные граждане получат студенческий билет по прибытии я не изучал английский язык мимо я все равно буду изучать его как продолжающий это будет зависеть от языковой комбинации которая будет вам назначена будем внимательно смотреть вы придете в деканат мы с вами будем разговаривать все вопросы все сложности с которыми вы будете сталкиваться в период обучения языков пожалуйста двери деканата открыты всегда для вас приходите советуйтесь мы вам будем помогать и давать правильные советы в изучении иностранных языков и их комбинации да конечно если у вас есть возможность присоединиться к нам очно то мы препятствовать этому не будем другой вопрос когда вы въехали на территорию российской федерации действуют рекомендации которые для нас фактически являются обязательными как для высшего учебного заведения по иностранным гражданам которые въехали недавно то есть в отношении которых этот режим уже действует в течение 14 дней вы должны пройти обсервацию либо в общежитии МГИМО либо по месту вашего проживания на 12-13 день вы сдаете анализ на COVID-19 метод МПЦР предъявляете его нам после чего вы можете быть допущены в группу и начать обучение вместе со всеми учебники по всем дисциплинам вам будут выдаваться в библиотеке МГИМО начиная с 14 сентября в отношении тех кто поступил как победитель или призер всероссийской олимпиады с вами будет работать специальное управление которое будет вам предлагать возможность получения грантов президента как победителя всероссийских олимпиад и вот они будут выстраивать всю коммуникацию связанную с обменом документами подписанием соответствующих соглашений потом отчетностью ежегодной это у вас отдельная история отдельная тема она чуть чуть позже возникнет на повестке дня пока вам оригинал нам представлять не нужно сейчас вам Алексей Сергеевич попробует в чат передать переслать вот как раз те ссылки на электронные сервисы которые вам нужно по которым вам нужно пройти и заполнить заполнить все данные для получения временного ордера связи никакой нет между студенческим и заселением в общежитии данные на вас управление уже есть поэтому вы можете смело эти процессы осуществлять параллельно у вас могут возникать сбои такие сбои периодически происходят могу вам сказать что по опыту прошлого семестра их было очень мало мы проводили опросы с репрезентативностью выборки больше 75% оказалось что менее чем у 3% студентов происходили сбои которые препятствовали подключению к занятию и полноценному участию в занятиях я повторю основные правила вы обязаны подключаться к этим занятиям через корпоративную почту если это семинар либо занятие по иностранному языку вы должны работать с включенным видео если это лекция вы выключаете видео но при этом вы должны быть готовы включить его по требованию преподавателя если у вас есть проблема техническая бывает у вас допустим просто лег интернет то вы можете в данном случае сообщить в деканат и преподавателю что данная проблема имела место но вы обязуетесь в кратчайшие сроки устранить данную техническую проблему если вы в течение нескольких недель ссылаетесь на одну и ту же проблему ну в данном случае мы не можем реализовывать учебный процесс если он носит такой односторонний характер мы обязуемся давать вам качественное образование вы обязуетесь обеспечить техническую возможность в этом образовании принимать участие в будущем году наверное этот вопрос будет определяться ученым советом университета а новые правила и условия приема будут объявлены до 1 октября вы можете приехать в москву в любое время если сказать вы уже ознакомились с графиком и распределением студентов по группам то приезжайте тогда когда вам это необходимо сделать чтобы получить студенческий билет вовремя и как можно скорее если вам требуется общежитие регистрируйтесь на тех сервисах которых вам сегодня несколько раз говорили с тем чтобы как можно скорее решить для себя вопросы общежития да студенты обучающиеся на бюджетной основе получают стипендию ее величина зависит от вашей успеваемости в первом семестре но у всех одинаковые к третьему сентября языковые комбинации уже будут назначены поэтому 3 сентября узнаете о том какова ваша языковая комбинация все вопросы вы можете задать Ирине Борисовне Митрофановой когда увидите ее лично не забудьте пожалуйста надеть маску да и я еще раз хотел все таки вернуться к тому что по требованиям Роспотребнадзора ношение масок в институте является обязательным для студентов на занятиях оно является также обязательным для преподавателей за исключением лекторов проводящих лекционные занятия наличие маски в аудитории это требование несоблюдение которого влечет за собой выдворение из аудитории если студент приходит без маски он отправляется в деканат где будет резервный запас масок для того чтобы вы могли получить эту маску и вернуться в аудиторию пожалуйста помните при этом что вы не должны опаздывать на занятия больше чем на какое-то разумное время к первой паре может быть там 5-10 минут но в принципе в нашем институте учитывая что продолжительность учебного занятия всего час двадцать все таки опоздания являются таким же нарушением которое мы стараемся пресекать стран студентов как и пропуски занятия поэтому систематические опоздания конечно не допускаются но вот с учетом того что каждый преподаватель должен будет удостовериться наличие маски с учетом того что на входе у вас будут измерять температуру мы будем нормально относиться к тому что к первой паре небольшое опоздание особенно в начале вот этого нового режима когда мы будем только все в него входить коллективно не понимая все риски и сложности которые возможно еще будут возникать будем к этому относиться с пониманием на входе в институт у вас также будет возможность получить маску таким образом на входе в институт и в деканате у вас будет возможность получить средства индивидуальной защиты помните об этом и являйтесь в аудиторию только с маской на лице 10-го и 17-го с 10-ти до 15-ти 30-ти если будет лекция то в другой день если это экспресс-тест делается по технологии пцр то можно вы можете пересидеть эти 14 дней и не в общежитии по месту проживания но вы должны помнить о том что вы должны быть зарегистрированы при этом по этому адресу регистрация происходит в течение 7 рабочих дней после пересечения границ на 12-13 день вы задаете тест и приносите его в международное управление и в деканат я вот не понял про можно перевести снова в общежитие это был предыдущий вопрос нет это отдельно можно при наличии так вы еще в одно не вселились а вы же в другое собираетесь переселяться в будущем есть определенные правила которые предписывают распределение студентов по общежитиям в эти правила сейчас задаваться не буду но поверьте мне они есть и до вас их доведут когда вы обратитесь в правление по делам общежитий всегда есть исключения но по общему правилу вы заселились куда-то там вы и проживаете да можно для этого вам нужно зарегистрироваться в качестве члена студенческого союза на сайте студсоюза мгимо вы можете найти соответствующую форму заполнить ее и с вами свяжутся так заявок на языки мы не принимаем это делает деканат по требованию министерства иностранных дел как сказал декан с учетом гендерного состава групп поэтому в зависимости многие заказы скажем сдавал английский язык по егэ и пишет хотел бы изучать английский язык когда не указывается конкретный язык естественно мы исходим из целесообразности формирования языковой группы и назначаем этот иностранный язык поэтому все конкретно будем рассматривать персонально да могут здесь полное равенство и толерантность нет нет такой возможности зато есть там масса других возможностей вы как обобщили немножко мне кажется широко мой принцип гендерный принцип есть определенная гендерная структура которую хочет видеть мид на различных языковых региональных и страновых направлениях как правило принципы этот просто заключается в соблюдении баланса не более того это распространяется на все иностранные языки в том числе и на турецкий язык если вашего имени нет в списке студенческих билетов тогда вам необходимо написать по почте заместителю декана Алексею Сергеевичу Дундичу от которого наверно уже получали информационные сообщения и он регулирует этот вопрос ну какая-то дата там есть все равно может сохранился чек который подтверждает оплату вашего теста три дня назад нет нет конечно если вы вы не иностранные граждане трудно просто понять из вопроса какова конкретно ваша ситуация каковы обстоятельства ее специфические но общий принцип такой в каждой семинарской аудитории будет оборудование которое позволит преподавателю проводить занятия гибридным методом то есть он будет входить в свою учетную запись если есть такие студенты есть в этом потребность студенты будут подключаться к соответствующей видеоконференции на зуме и студент будет участвовать полноценно в работе данной семинарской группы до сих пор пока вы не приедете сюда ну а в четверг у вас будет полноценное занятие онлайн это будут лекции на первом курсе расписание занятий есть на сайте МГИМО на самом деле оно есть там уже с конца июля в разделе расписание вы находите себя по названию факультета и номеру курса приобретать книги не нужно только дополнительную литературу вы можете приобрести ее в книжном магазине на первом этаже института а в принципе библиотека обеспечивает вас комплектом учебной литературы уважительными являются только причины связанные с состоянием вашего здоровья вы должны сообщить о том что вы не будет что вы пропустили по уважительной причине занятия уже постфактум представив справку из медицинского заведения где вам она была выписана эта справка представляется в нашу поликлинику где она верифицируется то есть проверяется ее подлинность удостоверяется этот факт подписью главного врача и представляется в деканат в течение трех дней после того как ваш больничный лист был закрыт в этом случае ваш пропуск является пропуском по уважительной причине и не входит в тот баланс часов который мы считаем когда готовим приказы на выговор или отчисления за пропуск учебных занятий знаете если действительно 10-го и 17-го четверги тогда мы просто перенесем эти дни на другие забудьте все что я вам говорил ранее вы получите новую информацию если действительно дистанционные дни то нет никакого смысла вас гонять в этот день в институт мы просто выберем тогда другие дни договоримся с соответствующим отделом об этом спасибо что обратили наше внимание на это у нас существует положение о скидках в которых в котором все условия основания для получения скидок подробно изложены кроме того возможно получение скидки на обучение за хорошую успеваемость на четвертом курсе на сдачу теста ПЦР нет конечно нет вам необходимо зарегистрироваться так же как и всем многородним россиянам которые претендуют на место в общежитии на сервисе dormitorymgemo.ru и вы уже будете знать про свое место в общежитии до приезда если вы приезжаете из страны как мы называем визовой то мы вас застелим в общежитии в стопроцентном порядке это будет с нашей стороны обязательство в отношении вас и мы вас зарегистрируем по месту пребывания у иностранцев будет проходить занятия по расписанию вы получите тот же объем часов который положен согласно учебному плану и всем остальным студентам так значит что касается японского и турецкого языка то эти языки изучались два года на курсах редких языков поэтому для лиц которые не имеют аттестации по этим языкам конечно мы не можем распределить этих лиц в эти две группы японского и турецкого языка что касается корейского языка то там свободно это нулевой корейский и английский продолжающий поэтому те лица которые изъявили желание изучать корейский язык конечно его получит языковые я призываю вас восприятие это как некий знак судьбы вот я все время получил монгольский не знаю вообще ничего про эту страну и язык и регион ну кроме самых общих может быть знаний области экономической политической географии но я даже не пытался никуда ходить ничего менять потому что вот иногда нужно просто довериться судьбе и вот это тот самый случай у нас есть в том числе электронная библиотека достаточно богатая поэтому я думаю что такого рода возможности мы для вас изыщем но мы очень рассчитываем на то что ограничения связанные с въездом иностранных граждан будут сняты в ближайшее время и процедура это будет более понятная нам уже в на этой неделе может быть на следующей во всяком случае исходя из тех сведений которые мы располагаем с 10 сентября въезд иностранцев которые поступили на первый курс уже будет возможен при условии соблюдения ими 14-дневной обсервации и последующей сдачи ПЦР теста поэтому надеюсь что у вас будет возможность как можно скорее влиться в общий поток студентов вы просто приходите позже и получаете студенческий билет позже но вы помните всегда о том что каждое такое отклонение создает определенную дополнительную нагрузку поскольку распределение групп распределение по численности студентов получающих билет в каждый конкретный день координировалось в общеуниверситетском масштабе с тем чтобы обеспечить равномерность этого процесса и равномерность популяционной нагрузки на кампус поэтому если каждый из вас будет думать что такой исключительный и приедет либо раньше либо позже либо в другой день то в целом вся система будет работать со сбоями я призываю вас к тому чтобы соблюдать правила установленные для всех вот мы распределили вас определенным образом пожалуйста соблюдайте этот порядок питание у нас организовано очень хорошо оно относительно недорогое и исключительно вкусное у нас много точек питания и все залы столовых ресторанный ресторанная зона несколько кафетериев будут работать в полном согласии с теми требованиями Роспотребнадзора которые действуют в отношении ресторанов и в целом точки питания в городе и в стране если вы находитесь на лекции вы можете использовать ноутбук для того чтобы конспектировать лекцию в этом семестре вам так сказать предстоит это делать дома поэтому это не совсем актуально на семинаре это определяется правилами которые устанавливает преподаватель я например на своих занятиях объявляю аудиторию зоной свободной от любых гаджетов в том числе и телефонов ну турецкий язык еще раз турецкий язык получили лица которые закончили курсы редких языков другой группы турецкого языка в этом году нет так как вы ориентированы на восточный язык то естественно вам будет дан какой-то язык из группы обозначенных в этом году восточных языков да со второго курса вы можете изучать третий язык у нас открыт центр по изучению иностранных языков поэтому пожалуйста можно изучать третий и четвертый и так далее на мой регион будут спецкурсы хотя не очень понятно что вы имеете ввиду под спецкурсами нет такой терминологии спецкурсы больше может была когда-то есть телективы курсы по выбору есть курсы специализации соответственно в вашем случае это курсы определяющие профиль вашей специализации во втором семестре у вас будет введение в зарубежное регионовидение фактически специализированный курс состоящий из пространственного анализа и основ политики экономики страны и регионы изучаемого языка и начиная со второго курса у вас будет интенсивный блок дисциплин регионовидческих которые будут собственно детерминировать вашу подготовку вашу ориентацию на регионы страны изучаемого языка это и будут ваши спецкурсы Кроме того, у вас будут факультативные дисциплины. Часть из этих факультативных дисциплин будут общими с отделением МОМО, часть дисциплин факультативных будут являться одновременно элективами, то есть курсов выбора для отделения МОМО. Но сама программа МОРегион сориентирована на то, чтобы вы прежде всего концентрировались на регионе и на стороне вашей специализации, поэтому как такового блока элективной дисциплины у вас не будет. Очень надеемся, что нет. А вы не видите просто вопросы, поэтому мой ответ ничего вам не говорит. Продолжится ли дистанционно? А, видно, да? Хорошо. Как зарегистрироваться на корпоративной почте? Алексей Сергеевич Дундич, мастер корпоративной почты, это все объяснит, направит все инструкции, у вас не возникнет никаких проблем. Почта МАИМГИМО очень удобная. Третий язык на первом курсе нельзя изучать, я об этом говорил, могу бы еще раз повторить, нельзя изучать третий язык на первом курсе. Даже на втором нельзя, если вы не очень успеваете по первым двум. Вот в чем дело. Все определяется вашей успеваемостью. Так, следующий вопрос. А, пока все. Коллеги, у нас будет отдельная встреча, возможно, тоже в Zoom, может быть, партиями я буду с вами встречаться, где мы поговорим уже более содержательно о том, как выстроен ваш учебный план, для чего нужны те или иные дисциплины, как одна усиливает другую, к чему все это ведет, в чем логика, система в распределении дисциплин по годам и семестрам, и в конечном счете, какой набор компетенций вы получите, какую, так сказать, модель профессиональную, мы ориентируемся, разрабатывая и предлагая вот такой учебный план. Кроме того, будет отдельная лекция, надеюсь, что кто-то из руководства будет, может быть, ректор прочитает вам лекцию об истории факультета, об истории МГИМО. Мы проводим такого рода встречи для первокурсников, и это уже будет такая действительно содержательная, субстантивная, интересная беседа. Сегодняшняя встреча – это исключительно организационные вопросы, поэтому, если они у вас закончились, я предлагаю и встречу нашу на этом прекратить. Есть, правда, вот еще один вопрос, и опять он касается языков, что, наверное, понятно. Да. Значит, если абитуриент сдавал английский язык и написал, что он хочет изучать английский язык, то здесь широкая палитра выбора языковой комбинации, которую делает ДКНАТ. То есть мы с Ириной Борисовной. А о том, какой выбор мы сделали в отношении каждого из вас, вы узнаете, начиная с завтрашнего дня. Я вас благодарю за ваше время, за возможность подключения, за хорошо четко поставленные вопросы. И надеюсь увидеть вас живьем уже завтра и на следующей неделе уже точно в ходе образовательного процесса. Я также хотел бы вам сказать о том, что я параллельно, совмещая функции декана, являюсь проектором по науке международного сотрудничества, МГИМО. Поэтому мой кабинет расположен не в деканате, хотя я там бываю периодически и часто. Мой кабинет номер 3005. Я думаю, я этот внимательно слушал, поняли, что это старый корпус, третий этаж, левое крыло 3005. Двери открыты для посещения студентами. В приемной работают сотрудники, вы можете записаться и всегда обратиться ко мне со своими личными вопросами, которые не могут быть урегулированы в стандартном порядке в рамках той процедуры, которая определена по взаимодействию со студентами. То есть через начальника курса, через Дину Анатольевну, через заместителя декана, то есть через Ирину Борисовну и через Алексея Сергеевича Дунича. По всем остальным вопросам я открыт для общения с вами и всегда буду рад увидеть вас, услышать ваши отклики, отзывы о процессе обучения с тем, чтобы сделать этот опыт взаимно стимулирующим, интересным и развивающим как нас, так и вас. Всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания.